В одном из главных надзирающих органов района Славянской межрайонной прокуратуре постоянно, согласно плана, проводятся проверки исполнения различных пунктов законодательства Российской Федерации. Одна из проверок, проведенных в 2017 году, касалась законности получения отдельными жителями района субсидий и социальных пособий. Три факта мошенничества при получении пособий по безработице в рамках надзорной деятельности в 2017 году выявили сотрудники Славянской межрайонной прокуратуры. Умышленно скрыв информацию о нахождении работы, люди получали материальные блага как от работодателя, так и от государства. Для государственной казны общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. По материалам проверки были возбуждены уголовные дела, по которым утверждены обвинительные заключения. Впоследствии межрайонным прокурорам дела были направлены в мировой суд. По результатам рассмотрения уголовных дел судом, в отношении трех жителей Славянского района вынесены обвинительные приговоры. Им назначены соответствующие наказания, предусмотренные санкцией данной статьи. Причиненный государству ущерб по искам славянского межрайонного прокурора был судом взыскан и в настоящее время возмещен в полном объеме. Проводится прокуратура и проверка нарушений требования антикоррупционного законодательства. Так, согласно закона, уходя с государственной службы, гражданин в течение двух лет обязан при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. В минувшем году в районе было выявлено четыре факта нарушения этого требования. Общая сумма штрафов по ним составила 320 тысяч рублей. В настоящее время штрафы правонарушителями оплачены. Работа в данном направлении продолжается. Законодательство России не стоит на месте. В августе 2017 года Госдума приняла закон о том, что мужчины, которые уклонились от службы в армии в течение 10 лет, не имеют права работать в должностях государственной и муниципальной службы. Покинуть пост государственного или муниципального служащего придется только тем гражданам, кто занимает должность 2014 года. На лиц, замещающих данные должности, больше трех лет изменения не распространяются. Теперь военкоматы будут обязаны уведомлять работодателя о том, что у них работает уклонист. После получения этого уведомления у организации есть 10 дней на то, чтобы уволить его и оповестить военкомат. Гражданину же, не служившему в армии, этот закон предоставляет право присутствовать на заседании призывной комиссии, которая признает его уклонистом, а также предоставлять на рассмотрении комиссии документы для доказательства законности отказа от службы.